Секунду должен появиться в нашем эфире. Да, с нами на связи учёный, геолог, ведущий гермологии Константин Ранск. Константин, приветствую. Здравствуйте. Что происходит? Курган под угрозой затопления. До этого Орск, Оренбург. В России массовые такие наводнения. Что произошло и что происходит? Какая профессиональная оценка? Ну, наводнение, наводнение это естественный там процесс. Просто в этот раз действительно весна стала экстремально дружной. Стоит обратить внимание, что река Табол, на которой находится Курган, эта река имеет бассейн водосбора 420, если не ошибаюсь, тысяч квадратных километров и в восточной части Уральского хребта, и даже в Казахстане. То есть вода даже из Казахстана идёт. Это очень мощная река, в районе Кургана весьма извилистая. И как раз интересно, что Курган в основном расположен на более высоком левом берегу. А на правом берегу это садовые участки, это зона парковая, зона отдыха. Ну, конечно, есть, как я понимаю, многоэтажные здания. Но, в общем, там, в пойме, совсем всё плохо, потому что высота подъёма воды экстремально высокая. Ну и тут уже, как говорится, остаётся только одно — бежать. Вот это действительно, бежать. В отличие, например, от прорыва плотин, ведь есть разница. Плотина — это то, что поперёк реки. Дамба — это то, что вдоль. Их строят уже 5000 лет, все 5000 лет их прорывают, но их и снова строят. Потому что другого выхода нет. Каким-то образом удержать реку в русле. И в данном случае сейчас как раз получается, что уровень воды выше того уровня, который был заложен в проектной документации. Я не говорю сейчас, где какие были нарушения. Это проблема какая-то повсеместная, глобальная. Похоже, это действительно доказывает, что все люди братья. Потому что где творится одна из завтрашней граммологии, я расскажу про факты, как воровали цемент и в США, и во Франции, и в Китае. То есть, ну, естественно, и на просторах бывшей СССР тоже с тем же. То есть, это проблема. Но проблема-то ещё заключается в том, что мы всё время... Вот шутят про генералов, которые готовятся к прошлой войне. Но получается, что и когда проектируют вот эти самые гидротехнические сооружения, то тоже ориентируются на то, что было раньше. А что такое раньше? Ну, сто лет назад, двести. Вот очень интересный пример был в Китае. Грандиозный прорыв плотины, больше двухсот тысяч утонувших. Вот это страшно себе представить. Так вот, там произошло то, что проектировали плотину в расчёте на тысячелетний шторм. То есть, раз в тысячу лет, который должен быть. А пришёл через 15 лет двухтысячелетний шторм. И всё. И вот даже интересно, что есть мнение многих американских специалистов-инженеров, которые говорят о том, что любая вот такая конструкция — это попытка заглянуть в прошлое. И если мы относимся к этому, так скажем, без надлежащего внимания, то мы можем, да, спроектировать, да ничего обойдётся. Вот, к сожалению, сейчас это, вот что называется, то, что опасались, то оно и случилось. И несомненно, что от этого будут определённые сделаны выводы. И это нужно делать выводы. Например, не нужно селиться в пойме, если будут подобные наводнения. Это будет бессмысленное дело. Ты построишь — это всё, у тебя река смоет. Построишь — смоет. А грызуны, потому что прозвучала одна из причин случившегося — это грызуны. Я с трудом себе представляю, как грызуны могут перегрызть бетонные сооружения, но, тем не менее, насколько это, скажем, мнение, версия с научной точки зрения имеет право на существование? Бетонных дамб практически нигде нет. Есть плотины поперёк, которые реки. Это слишком дорого делать бетонные дамбы. Дамбы практически повсеместно — это грунтовые конструкции. Они тоже должны сделать, делаться правильно. Даже грунтовая конструкция — это и сложное инженерное сооружение. И вот я хочу сказать, завтра я как раз буду рассказывать о технологии. Но поверьте, как инженеру-геологу, это сложная штука. Но она сделана из грунта. В случае с Орским... Кто там, губернатор был или кто там, грызунов? Кажется, мэр. Или мэр. Это пример как раз того, когда руководители или их пресс-служба, уж не знаю, кто там за это отвечал, может так подобрать материал, то лучше бы он этого вообще не говорил. А самое обидное... Вот вы сейчас поймёте, в чём дело. В 2010 году случилось очень мощное наводнение в Польше. Тоже таяли горы, вот эти самые высокие Татры. Реки выходили из берегов, прорвало дамбы. И когда начали разбираться, министр внутренних дел Польши, об этом писали по всей Европе, заявил, что причина-то в том, что там бобры живут. Они в дамбах рыли себе норы, и когда вода поднялась выше определённого уровня, она хлынула через эти норы, стала размывать дамбы, и всё рухнуло. А главный спасатель, начальник пожарной службы, вообще добавил, что и мышей нельзя сбрасывать со счетов. То есть через три года в Германии тоже наводнение, разрушается дамба, и тоже местный, как говорится, чиновник говорит, так всё бобры погрыли. Дело всё в том, что бобр, он не то, что как землеройка там ещё роет. Бобр ещё живя подрезает деревья, которые падают. И вот если вы строите дамбу, очень важно зачистить землю, куда будете грудь отколадывать, от малейших следов деревьев. Там даже пни корчевать надо, потому что иначе всё это начнёт гнить через несколько лет, очень быстро, и в результате через некоторое время основание дамбы потеряет своё вот это сцепление с фундаментом. Она будет гораздо легче размываться. То есть, условно говоря, так, бобры там жить могут и могут навредить, или даже андаторы какие-нибудь. Но люди-то... Ну, представляете себе, это получается, вы купили машину, ездите на ней годами, и вам ни разу не приходит в голову поинтересоваться, а всё ли у меня там скоро, или у меня колёса отвалятся. Вот тут очень часто такое же дело. Получил чиновник себе эту дамбу на баланс, один раз посмотрел, и забыл он про неё. Ну, лежит она, эта дамба, вдоль реки, ну и пусть лежит. А по сути дела, нужно обязательно их контролировать. Тогда эта дамба, она будет служить, и, глядишь, то и защищать будет. Так что, с одной стороны, он мог бы сказать о том, что у него есть какой-то пример, и аж за две минуты, я просто помнил эту историю с этими польскими бобрами. Но это любой человек. Вот наберите в поисковике «Польша. Наводнение. Бобры. 2010 год». И вы найдёте кучу источников. И из немецких, и французских. И вся Европа обсуждала тогда этих самых бобров. Можно посмеяться надо тем польским чиновникам, но потом, видите, и немецкий был случай. Так что это вообще тема в том, что как ещё говорить надо уметь с людьми, чтобы не смешно было. Так всё-таки, чтобы как-то резюмировать именно этот момент, грызуны причастны к Орской истории или нет? А вот это могут сказать только те, кто туда приедут на место или у кого есть какие-то документы. Потому что сейчас дамбы размыло. Если там были норки, то их тоже уже никто ничего не докажет. И это, понимаете, получается такая. Сейчас говорить о грызунах, о бобрах, о ком там угодно, да, это такая, знаете, я бы сказал бы, отмазка. Потому что даже если бы они были, вы должны были это всё знать, за этим следить и не допускать. Зачем вы, как говорится, поставлены там на службу? Вот в чём дело. А вот с природой, с природой, то, что вот такие мощные, опять же скажу, ещё лет 15 назад в той же самой Российской Федерации писали, Росгидромет готовил отчёты о том, что растопчество осадков. Будет их больше. Будет сильнее угроза наводнений. Не совсем недавно, в 18-м году, там вот в районе Иркутской области, какое было огромное тоже наводнение. Но ведь предсказывали, что увеличится интенсивность осадков в том регионе. И ведь так и получилось. И сколько нужно людям стучать по голове, чтобы они перестали думать о том, что глобальное потепление, это дело там придумали какие-то там, не знаю, кто угодно, буржуи, масоны, кто ещё. Ведь вроде приличные люди, да, и начинаются такие разговоры. Они не верят данным. Ведь я понимаю, вы можете не верить, например, своим отечественным данным. Понимаю. Но тогда можете поверить данным американским, можете поверить данным китайским, японским, вообще всемирной метеорологической организации. Которое чётко говорит о том, климат меняется, дождей будет больше, осадки будут больше. А сейчас, говорит, в Кургане плюс 14 градусов. Сибирь. И там плюс 14 градусов. Там все, весь снег тает на глаза. И поэтому, чему удивляться такому количеству ванды? Так что, тут тоже надо сказать, ещё 15 лет назад нужно было думать о том, что вода будет подниматься не так, как веком раньше, а как будет в больше. Поэтому, надо сказать, что тут ещё головы полетят. И диспрометит. А система защиты, ну, некие дублирующие элементы. Вот если мы говорим о сложных инженерных сооружениях, то всегда есть некие предохранители, некие системы защиты и стабилизации в случае ЧП. Что, если мы говорим о гидротехнических сооружениях, есть ли там какие-то такие вспомогательные вещи? Ну, сложная вещь, потому что все эти сооружения стоят очень дорого. И строить, условно говоря, вторую какую-то линию обороны, американцы, например, любят именно слово оборона, в данном случае дефенс, то крайне, так скажем, накладно. Но есть определённые как бы правила. Не надо селиться в зоне затопления в принципе. А если ты там что-то делаешь, вот пример замечательный, опять же, американский, после того, как рухнули дамбы после урагана Катрина в Новом Орлеане, это столица Джаза, родина Джаза оказался затоплен, там огромное количество было жертв, после восстановления дамб началась новая схема строительства. Дома, как говорится, на курьих ножках, на свае, высотой от земли где-то примерно два с половиной, три метра. То есть, что получается, даже если дамбы прорвёт, вода будет плескаться ниже уровня вашего пола. Голландцы, у которых наводнение, у них целая история наводнений есть, и очень жестокие причём, они стали разрабатывать новые методики. Например, с виду стоит дом как дом, а на самом деле это дом на понтоне. И если будет наводнение, дом всплывёт. А есть просто решение не селиться внизу. Имеется определённый уровень, допустим, там 10 метров от уреза воды, вот выше что-то можно делать, а внизу даже и не пытаться. Так что это очень такой вопрос серьёзный. С одной стороны, хочется, ведь внизу в пойме земля всегда плодородная в наших широтах. Да вообще везде. Он Нил и в Китае, и Янзы, и Хуанхэ. Почему люди начинали строить дамбы, потому что там земля хорошая. Всё росло. Но угроза очень большая о том, что придёт вот такой потом, и неизвестно ведь когда, какой придёт. И всё смоет, и тебя вместе с ним сморим. Вот наша зрительница Фатьма пишет, на Иркутской ГЭС сама работала, укладывая бетон в тело плотины в 1956 году на практике в Санкт-Петербург. Ну, наша зрительница оттуда. Плотина это другое. Нет, плотина это поперёк, дамба вдоль. Реки, а плотина поперёк. Вот у нас возьмём, допустим, это очень распространённое. В том месте, где стоят водосбросы, вот сбрасывают воду, да, излишки воды, где стоят турбинные залы, там, конечно, этот участок это бетон. Бетон сплошной. Ну, и дальше идут уже разговоры, где его поставили. Ведь известны катастрофы, где поставили вот эти срамы плотину, поставили на геологических разломах. И всё, и потом всё развалилось. А потом по бокам, если уж равнинная электростанция, то тогда строятся длинные, большие в сечении, там бы, они грунтовые. В профиле это трапеция, такая пологая причём трапеция. Внутри может быть ядро из бетона или из крупных валунов, снаружи обложенное плиткой или камнем. То есть, это серьёзно, там есть дренажи специальные. Вот, всё это делается, это всё просчитывается, и всё это должно обслуживаться. Но это такая машина, только которая никуда не едет. Но это действительно серьёзное сооружение, и тогда оно будет служить многие десятилетия поколениям людей. Тут ещё вопрос про изменение климата. Новая нормальность как раз я понимаю, что сейчас наступила с погодой, нужно к этому привыкать. Какие уже можно выводы сделать, как изменился климат, и как это влияет на нас непосредственно? если сейчас вот я базируясь на исследования специалистов, международных специалистов, то получается, что мы сейчас находимся как бы в транзите новой нормальности. Вот именно сейчас в том-то и сложность, что всё меняется. Но тренд понятен. Повышается температура глобальная, особенно в наших северных широтах. И смотрите, что получается. У нас при этом увеличивается количество осадков. И не само количество осадков за год, а эти осадки выпадают порциями большими. То есть вот вместо того, что как знаменитый такой, знаете, моросящий дождик, а сейчас даже осенью может быть сухо-сухо, а потом когда порция, так и всё. Либо зимой, то, как говорится, высыпается, а потом вдруг неожиданно тает. Вот мы, например, в Латвии ведь боялись в прошлом году, чтобы у нас не прорвало дамбу на нашей реке Даугава, западная двина. Потому что в январе то теплело, то холодало и вообще сформировалась какая-то ледяная пробка в районе электростанции. То есть это очень такой серьёзный момент. Будет больше осадков, это уже как бы замечено, они будут залповые и переход от зимы к лету, то есть от холода к теплу и наоборот, он будет и уже становится таким ярко выраженным, быстрым, неожиданным. Не то, чтобы всё было как раньше, потихонечку, вот был, зима была, вот весна, вот понятно всё, как происходит. Сейчас, как говорится, природа сошла с ума, мы ей помогли. И вот она сейчас нам показывает свои фокусы. Татьяна пишет, а Екапел с прошлого года, когда был паводок и там затопление, это про дамбу история? Ну, это история про дамбу, именно, которая окружает наше водокранилище. Дело всё в том, что ведь у нас равнина, и для того, чтобы создать необходимый набор, напор и объём воды, то строилась как бы по периметру дамба. И как раз речь-то шла о том, что мы-то здесь вот сколько может наша электростанция сбрасывает воду, а сколько воды придёт? Ведь по территории Латвии наша река, наша Даугава, она не так много получает питания, как, например, на территории Белоруссии. И стоит вспомнить, что Даугава под названием Западная Двина течёт с полдайской возвышенности, а не там рядом. Днепр, Волга и Двина исток. И получается, что непонятно, какая погода, сколько снега выпадет на Валдайской возвышенности и будет ли на Валдайской возвышенности хорошая, высокая, точнее, высокая температура и там, не дай бог, дождь пойдёт. Вот он там пойдёт, а проблема будет внизу, вот у нас. Поэтому, конечно, с одной стороны хорошо, что ещё у белорусов там две электростанции есть, одна в Витебске, ещё какая-то одна. Но всё равно это проблема, когда ты до конца не можешь чётко сказать, как природа сыграет. Поэтому у нас и были такие волнения, кстати, ведь готовились, и была большая опасность, даже у нас на некоторых сайтах описывали, что может произойти, если пророи прорвёт эту дамбу и в каком состоянии после этого рига будет. Конечно, одни говорят, что пугать вот эти все страшилки, это всё страшилки, и так, всяк, но вот со своей точки зрения, вот, как человек, связанный с фейсмологией, ну, как бы, инженеров, геолога, я хочу сказать, лучше пере... в общем, понятно, подготовиться, подложить соломку заранее, потому что, видите, это сидишь и думаешь, ну, зачем это мне надо, какие-то расходы, а тут всё хорошо, сэкономили, тихонько, а потом, когда, как говорится, всё тонет, и вот показывают людей, которые в ужасе, и даже они сами-то спаслись, но что они годами, там, чуть ли не поколениями строили, эта вода стирает напротив. Там же ещё лёд, она несёт мусор, поэтому это очень серьёзная беда, и к этому нужно подходить очень важно. И там дело не в каком-то там местном мэрии, дело ещё в том, что должно быть взаимодействие между учёными, которые должны нормальным языком объяснять, что происходит, а не прятаться за кучей цифр там или терминов. Второе, это должны, естественно, власти на это реагировать. Но и средства массовой информации тоже должны возбуждать интерес к этому вопросу. Кстати, сами люди тоже должны понимать, что им делать, если случается беда. Ну а сегодня, учитывая этот транзитный переход к новой нормальности, насколько учёные могут прогнозировать какие-то события, грубо говоря, я сейчас говорю как гуманитарий, но тем не менее, что мешает специалистам, скажем, насыпать, сделать дамбы больше, мощнее, затратить какие-то дополнительные ресурсы, но заложить уже потенциальный риск вот этих изменений? Или мы не можем прогнозировать, что будет дальше? Мне кажется, тут огромная проблема это бюрократическая система, потому что бюрократ действует в рамках определённой схемы, у всех есть свои какие-то слабости, я говорю, что поскольку это проявляется повсеместно, по всей планете, то можно сказать, что система управления, она, конечно, имеет свою принципиальную слабость, но посмотри, какая интересная штука, ведь говорили, что было хорошее сильное промерзание земли вот в этом регионе, это означает, что мёрзлая земля не впитывает воду, если на ней тает снег, то есть когда стал таять снег, то вся вода тут же покатилась в реки, никто не знал, что будет вот такое резкое потепление, вот придут вот такие тёплые массы, и вот как у нас было на берегу Балтики 22 градуса 1 апреля, по-моему, ну это вообще фантастика какая-то, кто ж этого знал, но всегда существует вероятность, вероятность того, что будет так, 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 и из всех вариантов можно всегда определить, что будет самый худший вариант, давайте считать о том, что мёрзлые, снегу полно, температура 25 градусов, у нас на какую высоту поднимется уровень, это сейчас есть методики, которые позволяют прикинуть и дальше уже тогда исходить из этого, если это будет ясно, что нас затопит, то тогда об этом уже и нужно говорить, но говорить не в тот момент, когда уже вода подниматься пошла, ведь о том, сколько выпадало снега и какие могут быть проблемы, мы говорили ещё в январе и феврале, и не где-то там тайно говорили, это можно по интернете поискать, какие были прогнозы. А к чему готовиться, вот если посмотреть в краткостройственной перспективе, на что следует обратить внимание с точки зрения возможных природных катаклизмов? Есть уже какие-то, скажем так, наиболее сформулированные точки риска? В каждом регионе свои, как говорится, чудеса. Ясное дело, что будут регионы, которые будут высыхать, и это одна проблема, да, вот, всё северное побережье Чёрного моря, между Чёрным и Каспийским морем, там основная опасность, это, конечно, засуха. Юг Европы, Средиземноморья, море, в Соединённых Штатах, Южные Штаты, Мексика, и особенно северная её часть. В общем, есть регионы, у Китая тоже свои проблемы, то есть есть регионы, где будет сухо, но есть регионы, где вот то, что там испарилось, в другом месте это выльется, это мы же в замкнутом, так скажем, среде находимся, и если тут испарилось, значит, там это пройдёт сумасшедшими дождями, ливнями или снегом. И вот это уже сейчас появляются такие чёткие карты есть, которые показывают, где надо ожидать, при каком сценарии. Я просто хочу сказать, что вот когда я увидел так называемый оценочный доклад Росгидромета по поводу изменений климата, по-моему, 2014 года, под такой толщиной книженца, это только один из томов, их 4, а краткое резюме, по-моему, на 40 или 50 страницах, краткое, его можно найти в интернете, тоже открыто, да, но это сплошные цифры, это ужасно скучно. Вот я хочу про что сказать, что специалисты на постсоветском пространстве точно, совершенно, никогда их не учили, они не умеют общаться с общественностью. Ну, другая была структура, командная приказная, нужно было передать это по инстанции, но сейчас в другое уже люди другие, сейчас очень важно рассказывать людям нормальным человеческим языком о том, что происходит, какие опасности есть, им очень важно бороться со всевозможными конспирологическими теориями о том, что, допустим, кто там это все придумал. Вот когда, как говорится, начнет капать с крыши, да, потому что там на ней будет огромное количество снега, вот тогда, конечно, человек начнет думать о том, что вот, может быть, и надо было бы как бы принимать в расчет все эти предсказания, только поздно будет. здесь еще это, конечно, не геология, а биология, но, тем не менее, изменение климата приводит к миграции видов, и скоро мы можем увидеть здесь тех насекомых или животных, о которых имели очень смутное представление. Вадим, тут даже не нужно... Во-первых, кстати, в одной из гремологий мы говорили с Анечей Барановой как раз на тему, что... Это в августе было... Что произойдет с болезнями? Вот это все-таки есть носители. И очень интересная вещь. В Европе уже есть носители, новые комары прилетели, они обжились. Я имею Европу всю, вот, аж до Урала. Это и всевозможные носители лихорадки Западного Нила и ДНГ. И такие, говорю, лихорадки, я произнести не могу, потому что... А Муха-ЦЦ, она уже залетела в наш... Ну, Муха-ЦЦ вроде еще не дошла. Вот. Но если так будет идти дальше, то дойдет. В Соединенных Штатах куча каких-то... А, малярия так точно поднимается опять? Идет. А малярия крайне опасное заболевание. Мы забыли сейчас. И сейчас, вот, кстати, вспоминается, начали бороться с ДДТ, вот этим сам, с Дустом. Вот он какой ядовитый, все плохо, он накапливается в жиру у тюленей. Но все-таки с его же помощью удалось в Европе задавить малярию. Она же была. Вот. Задавили. Она сейчас... Нет, ДДТ, она сейчас возвращается. И вот, совершенно верно, идут с юга на север Европы новые клещи. Клещи-то новые, а болезни-то они не носят даже в том, что, ну, старые и другие какие-то появились заболевания энцефалитоподобные. Появляются какие-то еще птицы. Вроде хорошо птички прилетели, но они нарушают баланс, который сформировался на последние 11 тысячи лет после ледникового периода. И мы к этому совершенно не готовы. Караеды новые появляются, которые наше богатство жрут за милую душу, я имею в виду сусны, ель, хвойные породы. В Финляндии так уже за голову схватились. И поэтому совершенно верно, то есть, это, конечно, любой бы биолог бы рассказал бы во всех, как говорится, красочно, во всех деталях, но этот процесс идет. И мы этим процессом должны тоже понимать, что что-то меняется. Появляются новые виды растений, которые заносят к нам, и они у нас прекрасно размножаются. Даже млекопитающие новые появляются, которых завезли из других краев. Там какие-то еноты, был один вид еноты, стал другой. Белка, например, была у нас рыжая белка, появилась американская серая, и климат становится как раз как в Америке. лучше. И она прекрасно размножается и выдавливает эту коричневую белку. Там есть какие-то взаимосвязи. Я помню, однажды читал статью, но не помню детали, но помню, что это плохо. Вот эти инвазивные виды. И вот, кстати, в Латвии у нас очень стараются с этим бороться. И не только в Латвии, по всей Европе, да и в других странах. Но следствие простое. Следствие понятно от чего. Это все меняется климат. Они могут найти себе про корм в новых условиях. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Спасибо. Константин Рангц был с нами на прямой связи. Ученый, геолог, ведущий граммологии. Завтра в Грэмме, как всегда, Константин в прямом эфире встретится со зрителями и расскажет более подробно и о плотинах, и о дамбах, и о том, И о катастрофах. Да, и о катастрофах. Спасибо, Константин. Идем дальше. Пишите, комментируйте. Участвуйте.